всем привет сегодня хотела с вами встретиться и и поговорить на ну как для меня на одну смешную тему получила такой интересный вопрос кто-то спрашивает как избавиться от унылого лица прям так вот такой вопрос ну вот как розанна избавиться от вот этого вот унылого выражения лица ну я про себя мне так стало немножко даже смешно ну казалось бы правда но что за вопрос а вот только у кого-то действительно вот ходишь по улице не видишь есть прям унылые лица вот как есть немножко кто сутулиться вот они ж не не замечают постепенно постепенно сутулиться и вот ходят так кто-то вот плечо пить ну вот так и лицо вот не замечают постепенно постепенно она унылая унылая ты с таким лицом ходишь и сам себя не видишь действительно действительно есть такие есть есть такие люди поэтому не не мудрено что такой вопрос вот спрашивают как от этого унылого лица избавиться. Ну, смотрите, унылое лицо. От чего? Как оно выражено? Вот как мы видим, что человек такой унылый идет? Ну, если человек сутулится, мы видим, что вот у него плечи, вот это он сутулится. Если человек прихрамывает, ну, что-то у него с ногой. Если идет вот так вот, мы видим, что немножко перекос где-то. То есть, а вот как мы видим, как мы замечаем унылое лицо? Это, конечно, опущенный. Это даже не по возрасту, не из-за возраста. Опущены вот носогубные складки. Вот это место повисло. Вот понимаете, оно именно повисло. Не по возрасту оно имеет, меняется как-то формы, по возрасту, по человеку. А оно даже и в 20, и в 25, если вот унылый человек, висит, вот именно повисло вот это вот носогубное, вот это вот, вот эти две складки. Повисли вот здесь вот. Отчего это может происходить? Ну, если человек счастливый, нормальный, у него хорошее настроение, но у него же не будет тут висеть. Что? Что, откуда появляется вот эта вот, вот эта вот унылость? Ну, конечно, это все здесь. Все, что накопилось здесь. А оно на каплик. Если я уже говорила, мы уже с вами говорили на тему, если ты одну обиду сюда положил, а потом еще какую-то еще обиду положил, а потом вообще положил какую-нибудь еще школьную обиду, а потом тут обида на детей, а тут на мужа, ой, на мужа повесил обиду 10-килограммовый, а потом еще когда-то, может быть, и на маму обида, а еще и обида на жизнь и так далее, она начальника на какой. И вот понимаете, когда здесь все собралось, оно подступило сюда, начинает тебя вроде как поддушивать, прям тебе вот сюда. И когда ты идешь, тебе, когда ты живешь, тебе вот этого воздуха не хватает, и ты начинаешь вниз вот это смотреть, все здесь собрать, чтобы хоть как-то немножко дышать, потому что вот так ровно идти смотреть не можешь, потому что здесь задушил себя обидами. Вот что такое унылое лицо, это скопление обид. Так этим, я уже вам говорила, так эти же еще и обиды, какой запах издают. Человек идет, он даже, даже если он надушился, человек идет и себе, а от него даже пахнет эти обиды. Даже не хочу это слово некрасивое говорить, но скажу, что пахнут эти обиды, понимаете? И внешне видно, и от человека видно. Поэтому для того, чтобы избавиться от унылого лица, все обиды оставить, все обиды оставить, выбросить, уничтожить, забыть, простить, как хотите, называйте это. Никаких ни на кого обид. Тогда даже не заметите, как здесь все поднимется, спинка выпрямится, поднимется все и все, и избавитесь. Вот я так думаю, что очень простой способ избавиться от обид, избавиться от унылого лица. Нужно все обиды вытащить, распрощаться с ними, поблагодарить их за все и отпустить. Ни на кого не обижайтесь, потому что никто нам не друг и никто нам не враг. Но все по жизни кто нам, люди встретились, даже которые нам неприятности какие-то сделали, это все наши учителя. Лучше видеть его нашим учителем, чем видеть нашим врагом. Ну вот я так думаю. Так что думаю, что я на ваш вопрос ответила. Для того, чтобы избавиться от унылого лица, избавляйтесь от обид. Всех вас обнимаю, всеми за вами скучаю, люблю вас и до следующих встреч. Всем пока!